здравствуйте уважаемые друзья я вот изготавливал такую мушку паденочку и у меня остались материалы как-то жалко их было выбрасывать я решил связать другую мушку вместе с вами мушка будет также у нас сухая тоже будут имитировать у нас с вами паденочку креплю нить в районе крепления пера где будут наши крылышки закрепили и теперь остатки которые у меня остались перьев вот такие древесные утки я беру и креплю в этом месте длину крылышек я выбираю равную длине чуть больше цевья вот приблизительно вот такой длины меня они будут и притяжной петлей крепим в этом месте подровняли чтобы было по центру посмотрели прикрепили подняли посмотрели величину подровняли сколько нам нужно и для того чтобы немножко разнообразить мушку я возьму совсем немножечко антрона совсем 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 чуть-чуть но предварительно прежде чем укрепить я для того чтобы мне потом было легче работать я вот так вот беру и распушу немножко длину я беру равную длине моих крылышек вот так и креплю здесь же пара тройка оборотов подровняли посмотрели подтянули и окончательно крепим закрепили остатки отрезали немножко совсем капельку клея так как нам ушку нежелательно утяжелять она у нас сухая мушка чуть-чуть для того чтобы наши крылышки хорошо держались и не проворачивались и окончательно прям прям примотали двигаемся к загибу вот так прошли значит хвостик у нас будет традиционно выполнен из пера охотничьего фазана я возьму так как и положено три бородочки пера для хвостика отрываем подравняли их вот так подравняли хвостик у нас очень длинный он даже будем говорить чуть больше длины всего цевья поэтому вымеряли где-то полторы длины и крепим наш хвостик закрепили промотали для того чтобы хвостик у нас поднялся нам необходимо под хвостиком как я уже вам показывал вот так вот немножечко промотать и поправили наш хвостик вот он у нас вышел вот такой хвостик который торчит красиво и хорошо для большей красоты вы если захотите можете промотать каждую в отдельности бородку как вам будет удобно скажу откровенно вариант мушки которую я показывал с разделенным пером она не совсем практично поэтому я в основном стараюсь изготавливать мушки чтобы они были практичны во первых там ушка немножечко как вертолет летит ну и при поклевках долго не живет убираем остатки нашего пера и для того чтобы не проматывать 10 раз в одном и том же месте у меня были остатки вот такой силиконовой резиночки золотого цвета я беру и креплю ее здесь для сегментации тела закрепил немножечко натянул промотал и теперь я выравниваю по всему телу прихватываю весь материал для изготовления тела я буду использовать тоже тот же материал что я использовал для предыдущие мушки это будет у меня антром для тела мушки я возьму наверное немножечко песочного цвета немножко добавлю как бы зеленого светлого оливы потому что тела у нее не может быть одного цвета оттенка она разная имеет оттеночки переливы соединяю вместе вот так этот пучочек слегка промажу клеем ниточку дабы только прихватить наш дабинг и теперь я не наматываю тоненькой веревочкой а даю подвожу даю прихватиться дабингу и потом уже сам дабинг начинаю подкручивать не трогая нить у хвостика немножечко и потом с небольшим утолщением двигаемся к нашей грудки немножко не доходим миллиметров пять-шесть убираем остатки дабинга вот так и сегментируем наше тело крепим крылышек и так как наша грудка должна иметь какой-то еще дополнительный оттеночек мы возьмем кусочек пера павлина закрепим его вначале и перо закрепим на опушечку пера чеки породок нам вполне будет достаточно для грудки. Грудку можно делать пером, этим можно не делать. Это уже можно даббингом, можно сразу мотать, как вам будет удобно. Подняли и теперь для окончательного крепления мы должны с вами поделить на равные части. Вот все наши перышки можно немножечко причесать их, чтобы было нам легче поделить. Даббинговой иглой приблизительно на равные части мы поделим где-то так. И восьмерочкой закрепим наши перышки, крылышки. Приподняли и промотаем перед, дабы их поднять. Вот так. Вот они у нас уже готовы. Промотаем еще восьмерочкой и нить оставляем перед крылышками. Теперь проматываем нашими перышками павлина. Делаем грудочку. Заводим за крылышки и здесь делаем парочку оборотов. И крепим наше перо. Закрепили, остатки отрезали. И теперь с равным шагом делаем за крылышками парочку оборотов. И два-три оборота делаем перед крылышками. Больше не желательно, так как утяжелять переднюю часть мушки нет смысла. Она будет потом у нас клевать носом. Она должна у нас иметь плавучесть. Захватили, увели все породочки перьев назад. И формируем головку. Вот мы вскрыли головку лаком. И наша мушка, вот такая сухая поденочка, готова к работе. Пробуйте разные материалы, как вам будет угодно. Благодарю за внимание. Жду ваших комментариев.